Редактор субтитров А.Семкин Дорогие друзья, мы начинаем наше путешествие в прошлое. У наших предков не еда, а пища. Нужно не просто насытить свой желудок, а нужно получить еще и пищу духовную. И встречаются продукты, которые считаются у них особенными. К таким продуктам, конечно же, относятся мед. С чем он ассоциируется? Мед – это жидкое золото. Он приходит неоткуда. Его дарует природа. А если это наши предки, то мед дарует Бог. Уже 10 тысяч лет назад мед научились собирать. В аранских пещерах, паучьих пещерах Испанской Валенсии мы можем увидеть наскальные рисунки. На этих рисунках мужчина висит на лиане и собирает мед. Чтобы мы точно поняли, что это мед, вокруг него летают пчелы. Если мы рассматриваем античную традицию, то мед – это символ золотого века. И мед капал отовсюду, пишет Овидий. Мед – это еще и символ поэтического дара. Это символ поэзии. И поэтому говорят, что медовые уста у Сафо, у Гомера. Мед, конечно же, пьют боги. На Олимпе все питаются медом. В индоиранской рихведе, а это 2000 лет назад, мы встречаем такой напиток, как сома. Этот напиток сделан из меда. И этим напитком встречают в спутниках богов. Их угощают. То есть мы видим, и уже в это тысячелетие мед известен в виде напитка. Конечно же, мед – это обязательный символ рая. И по какой бы религии мы с вами не прошлись, обязательно мы увидим, что мед употребляют в раю. И начнем мы с Ветхого Завета. В земле обетованной течет молоко, течет мед. И все это употребляется. Мед в христианской традиции – это еще и символ Божьего слова. Большое внимание уделяется меду в Коране. Целая сура под названием «Пчела» рассказывает нам о меде. Мед – это и для лечения. Если Коран лечит душу, то мед может исцелить тело. Скандинавская традиция – умершие воины после смерти в раю едят постоянно мясо вепря и пьют мед. Причем мед дает не только наслаждение вкусом, но мед дает еще возможность поэтического дара. И если ты пьешь этот волшебный мед, ты сам начинаешь складывать стихи, ты сам начинаешь складывать песни. Уже к моменту образования первого русского государства мед начинают собирать. Мед не только собирают, им, конечно же, и торгуют. И мы можем сказать, что в средние века мед – это золотая нефть. Это продукт, который отправляют на экспорт, и хорошо на этом зарабатывают. Во многих письменных источниках мы встречаем упоминания меда. В повести временных лет, в различных памятниках законодательства, в повести временных лет Святослав перечисляет, что везут из Руси. Что же это? Это меха и воск, это рабы и мед. Уже с 12 века начинается искусственное разведение пчел. Пчел не просто обворовывают, делают дуплые, делают колоды, которые подвешивают на деревья. И пчела уже селится в эти заготованные для нее жилища, и именно туда она собирает свой мед. А с 19 века появляется уже рамочный улей. С 14 века известно такое слово, как пасека. Бортные деревья – это статья дохода, а поэтому это один из главных объектов наследования. Не случайно уже в «Русской правде» мы встречаем несколько статей, которые защищают права пчеловодов. И что же мы можем увидеть? За разграбление княжеской Бортни полагался штраф 3 гривны, крестьянской – 2 гривны. Посмотрите, на одну гривну можно было купить трех баранов. Сегодня один баран стоит практически 7 тысяч, а иногда даже дороже. Стоимость холопа равнялась по «Русской правде» 5-6 гривен, а Бортни с пчелами стоила полгривны. До 16 века у России ведущая позиция в производстве меда и в торговле. Золотой век меда продолжается до Ивана Грозного. При Иване Грозном в год продавали практически 800 тонн меда, а уже при Петре I эта доля продаж снижается до 400 тонн. Во второй половине 15 века в Троице-Северской лавре было более полутора тысяч бортных деревьев. И в год в этом монастыре собирали 73 тонны меда. Конечно же, это огромное количество меда. И кого бы мы ни почитали из иностранных путешественников, которые у нас побывали, они все пишут о том, что на Руси много меда, что мед собирают, медом торгуют, а из воска делают свечи, медовые свечи, которые потом используют в церковных богослужениях. Доля продажи меда резко сокращается при Петре I, потому что в этот момент начинает развиваться уже сахарная промышленность. Посмотрим на современное положение дел. Сегодня Россия продает меда на 5 миллионов долларов в год, а лидером в этой области является Новой Зеландия, которая торгует медом более чем на 200 миллионов долларов в год. Мед в исторической традиции всегда был связан с жертвоприношением и с поминальными обрядами. Уже у наших предков была традиция, что в качестве жертвоприношения может быть какое-то животное и обязательно мед. Либо даже само животное, его тушу могли обмазать медом. Мы можем встретить информацию о том, что в египетских гробницах встречаются сосуды, на которых надпись «мед», либо на которых нарисованы пчелы. Одно из самых древних наших блюд, которое встречается в поминальной традиции, это кутья. И мед в этом блюде – это самая древняя составляющая. Изюм, орехи, даже зерно – все появляется позднее. А мед – это первое, что там появляется. И кутья – это, конечно же, одно из основных блюд и рождественской трапезы. Если мы будем сравнивать мед с какими-то другими продуктами, то, как ни странно, самый близкий продукт к меду – это соль. Как соль, так и мед известны еще как консерванты. Это первые консерванты, которые появляются в древности. Медом могли обмазать медовую тушу, и таким образом она дольше сохранялась. И здесь уже химический состав меда оправдывает себя. И не зря у наших предков появилось к нему, видимо, такое особое назначение, потому что, конечно же, мед – это хорошее лекарственное средство, которое мы используем и до наших дней. Наши предки всегда обращали внимание на трудолюбие пчелы. Пчела – это то насекомое, которое даже умирает в труде. И эти качества пчелы не могли вызывать уважения и восхищения. И, наверное, именно это приводит к тому, что пчела – это частый спутник на ербах. Более 300 ербов, где есть пчела. Это и российская традиция, это и западноевропейская традиция. Мы можем увидеть пчелу на ербах Тамбова, Симферополя, Медыни. А если это, допустим, Великобритания, то на ербе Манчестера тоже есть пчела. Кто же является самым известным обладателем пчелы на своем ербе? Конечно же, это Наполеон Бонапарт. Почему Наполеон выбирает такой символ для себя? В 1653 году была обнаружена гробница короля Мировингов. Исследователь, который описывает эти предметы, один предмет детализирует как мантию и считает, что на ней изображены пчелы. И приходит к выводу, что, наверное, пчелы – это такой древний прообраз флёрдый лист, королевской лилии. Видимо, именно это и подтолкнуло Наполеона, чтобы он выбрал пчелу для своего ерба. Было принято дарить улье новобрачным. И весь первый месяц своей супружеской жизни они должны были есть много меда. Вот откуда такое понятие «медовый месяц». И вот уже словосчитание «медовые уста» приобретают совершенно иной смысл. У наших предков были даже святые, которые отвечали за покровительство Бортникам. Это Зосима и Саватий. И поэтому на пасеках можно было встретить их иконы. Они были хранителями этой части крестьянского хозяйства. 14 августа наша церковь отмечает большой праздник – происхождение честных древ животворящего креста. История возникновения праздника берет начало в глубокой древности. В Константинополе разразилась страшная болезнь. И ничто с нею нельзя было поделать. И тогда придумали. И животворящий крест из храма Господня выносят и окунают в его воду, в другие источники, в реку. Вода становится святой, а болезнь постепенно уходит. И этот праздник, он связан со Спасом, он связан с Иисусом Христом. И первое его название – это, конечно же, Спас на водах. Но в нашей русской традиции больше он известен как Медовый Спас. Именно в это время, к 14 августа, поступивает первый мед. И принято его у пчелы изымать. Начинают качать мед. Для чего? Для того, чтобы чужая пчела мед не украла, не унесла. Куда несут этот мед? Конечно же, его несут в церковь. Мед надо осветить. И часть меда оставляют для служителей церкви. Так и называют попова доля. Часть меда полагалось дать детям. И эта доля называется ребячья доля. Угощать медом полагалось даже нищих. И мы можем встретить такую старинную народную пословицу. На Медовый Спас даже нищий медкуда попробует. На Медовый Спас полагалось готовить блюда с использованием меда. Блины с медом, медовые ковришки, медовые лепешки. И до сих пор в регионе Куликово поле такая традиция соблюдается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok